переходим к следующей фазе настройки сети теперь нам необходимо настроить связь между компьютерами и если мы сейчас попробуем войти через сетевое окружение или вот эту вкладочку сеть на какой-то из компьютеров но как минимум здесь компьютеры соседние у меня пока не появляется и бывает что они не появляются но об этом мы поговорим в отдельном видео можно на них попасть по их сетевому имени допустим таким образом я хочу попасть на машину на десятку station 210 смотрите когда я пытаюсь зайти на эту машину по сети он меня выдает какое-то непонятное сообщение видите имя пользователя и пароль собственно почему он это просит а все потому что он не знает что это за компьютер и требует ввести какие-то учетные данные которые известны данной машине то есть мы сюда пытаемся подключиться он говорит что блин братан я тебя не знаю кто ты такой дай знать в виде логин и пароль к примеру какого-то какой-то учетной записи которые есть на этом компьютере чтобы он понял что какие ресурсы можно давать этому пользователю как а какие нельзя предоставлять к примеру ну давайте также подключимся к station 311 пинг есть но он все равно не пускает на эту машину вот собственно с этим моментом нам с вами и нужно разобраться прикол в том что эти компьютеры друг друга не знают и не понимают как друг с другом работать вот в данном случае проверьте правильность написания данного имени он даже не запрашивает у нас имя пользователя паролью просто говорит что ну я тебя не знаю все station 311 смотрите несмотря на то что у нас вроде бы как все компьютеры находятся в одной рабочей группы вот здесь воргрупп на второе на третьем машине везде рабочая группа воргруппы вроде как они должны ну типа находится в одной сети но здесь прикол состоит в том что вот эта рабочая группа по умолчанию когда вы устанавливаете операционную систему она назначается всем компьютером и поэтому с ней могут быть глюки а давайте знаете что попробуем их все объединить в одну рабочую группу но не воргруппа какой-нибудь ну допустим офис так как изначально мы подразумеваем что это к примеру у нас компьютеры которые находятся в офисе поэтому ждем изменить это можно сделать либо через изменить его здесь меняем название рабочей группы либо через идентификацию стать тем давайте кое-что проверим на не мере раньше а вот он показывает что это неопознанная сеть тоже бывает вот эти вот глюки с форматом сети он пишет неопознанная сеть рабочие или какая и бывают с этим проблемы хорошо давайте пойдем по следующему пути нажмем бы идентификация так компьютер входит в корпоративную сеть во время работы используют его для соединения с другими компьютерами да моя организация использует сеть с доменами нет домена в данном случае у нас нет у нас есть рабочая группа моя организация использует сеть без доменов и вот он запрашивает какое имя рабочей группы воргрупп мы его меняем на офис далее прежде чем выполнить перезагрузку сохранить все открытые файлы и так далее в общем предлагает нам перезагрузиться хорошо давайте перезагрузимся и аналогичным образом на всех машинах изменим рабочую группу и так далее вот и давайте проверим что у нас сейчас будет во вкладке сеть видите теперь у нас появился как минимум компьютер station 210 то есть мы сейчас в одной рабочей группе давайте попробуем в него зайти но у нас также он его не знает и все это потому что у нас на машинах включен доступ с парольной защитой вот в следующем видео мы как раз посмотрим что это такое как с этим жить и как это дело нам настроить на самом деле но могу сказать что вот эти вот все истории с общественное неопозненно из так изменить дополнительно параметры общего доступа довольно глючная вот это вот вся история нам по идее нужно изменить а вот выбор домашней группы или параметров общего доступа вот он нам предлагает выбрать расположение в сети смотрите выберите расположение в данном случае это не опознанная сеть к примеру давайте мы выберем домашняя сеть да ну ладно сеть предприятия крайней мере у нас же подразумевается что это рабочая сеть однако все равно она у него считается не опознанная в общем вот эта вот штука довольно глючная сразу могу сказать как здесь было можно создать типа отдельную рабочую группу потом эти машины туда подключить но на практике это давайте здесь попробуем таким же образом может быть что-то нам это даст но вряд ли вот видите здесь вообще нет такого типа как изменить тип сети общественная она или какая включение рабочего к места рабочего места vpn нет это все не то в общем я буду использовать метод который самый оптимальный простое менее глюченый но и логика вам будет максимально понятно что и как давайте а в 11 есть этот пункт который мы выбрали также видите общественная сеть не опознанная сеть ведь тоже нет ну да ладно значит разберемся в следующем видео как нам все-таки получать доступ к машинам и мне вот интересно доступ отключен 5 включить вот смотрите все машины у нас появились после того как мы их объединили в одну рабочую группу там они нигде не появлялись сейчас они у нас все видны сетевом окружении однако зайти вот мы на них не можем потому что никто друг друга не знает посмотрим здесь и на 11 изделий видны все эти компьютеры да не можем зайти не можем зайти здесь я думаю будет аналогичная история так о ты да а ты Продолжение следует...